уважаемые зрители сегодня у нас будет кино про блок на мачте на буэре монотип 15 вот у меня тут несколько мачт есть так как я сейчас занимаюсь блоком для новой мачты то я посвящу видео этому вопросу значит а почему я посвящу видео потому что буэр спортивный снаряд мелочей в нем нет любая маленькая проблема например с блоком да на мачте она может стоить победы в гонке надо поменять парус надо подобрать парус надо отдать парус значит возможности нет блок заклинило значит все нервничаем а буэра зовут на старт и как бы победа уплыла но это такая трагическая ситуация нельзя допускать поэтому значит поэтому немножко пробулки значит но вот это вот желтая мачта она классическая так его назовем то есть классическая мачта она выглядит так что тут у нее здесь сделан выезд такой да но баба пробита как бы такой панк как бы до в деревянной части мачта и в него вставлен блок значит но может быть алюминиевый может быть там бронзовый значит принципе ну и вот у него есть ось да вот как бы ничего сложного ничего сложного значит проблема заключается в следующем да ну как бы сразу могу сказать что а здесь файл сделан снаружи вот он белый как бы да но это я сделал для студентов чтобы было удобнее поднимать опускать парус толстый такой некрасивый значит а потом вот эта вся часть она снизу там зацепляется у основания мачты ну шпора значит значит в чем как бы нюанс да то есть советском союзе нельзя было пропускать фау внутри мачты это было запрещено правилами также запрещено было цеплять фау у топа мачты как вот например на шверботе финда то есть это было запрещено поэтому значит фау у нас проходил снаружи приподнятом парусе сейчас этих правил нет но об этом чуть чуть позже и так значит а есть некий пас как бы в нем блок ось значит в чем проблема проблема в том что ну и даже в обычной лодке эта проблема она буря особенно потому что у нас температура влажность постоянно прыгает вот и деревянная мачта она как бы ну немножко гуляет и способны этот блок начать зажимать в какой-то момент времени зажимать разжимать значит соответственно он начинает работать не очень хорошо что как бы вызывает у команды желание как то его починить и самый простой способ починить эту деревянную деревянный пас расширить со всех сторон как бы да для того чтобы блок у нас бегло спокойно это обычно приводит к тому что трос начинает с того блока в какой-то момент времени спадать и попадать в щелку между блоком и деревянной части и заклинивать короче говоря что значит приводит того что надо валить мачту чтобы что-то сделать короче говоря ничего хорошего из этого не получается вот значит более сложный ремонт как бы ну тщательно если поработать то этого проблему можно решить как на этом были решено видите тут сделаны такие вот к этому блоку щечки металлические они в принципе проблему в значительной степени решают но все равно нюансы скажем так есть вот это классический блок значит на этом буре он работает вот поэтому я из них ничего не делал вот ну а сейчас перейдем к следующий блоку уже на новой почти буралке он который мы ходим значит это следующая ступень эволюции покажу значит но вот с другой стороны этим мачтем подошел вот она желтая мачта для учебного буря у меня цепляется фал вот за такое вот кольцо так грубовато сделано для учебного буря то что надо студенты курсанты зато ничего не не путают а вот давайте значит теперь посмотрим как это сделано нашей боевой мачте для буралке он значит а вот здесь вот есть у нас блок тоже у него есть то есть но блок поменьше потому что фау уходит внутри мачты а значит но я сразу могу сказать мачту делал олег васильев он тут ставил этот блок блок он поставил из алюминиевого сплава он вообще никуда не годился мне пришлось его переделать я сделал бронзовый значит и даже пришлось какой на какие хитрости пойти но они чуть-чуть попозже скажем тоже там обязательно сделаны щечки как бы внутри металлические значит этот блок у нас работает с ним все хорошо а вот значит ну а почему нельзя например использовалась стандартный какой-то блок ну потому что мы буристы обычно используют фал из тросика под такой под такой тросик как бы трудно найти стандартный какой-то блок а большой блок сюда не влезет а маленький будет изнашиваться тросом короче говоря некая проблема а вот значит ну вот это немножко я вам рассказал об истории вопроса значит а сейчас буду рассказывать что я буду делать на новой мачте для брубу разводственный нарушитель значит но вот тут у нас топ мачты значит и вот здесь вот я буду делать блок значит что я решил значит это мачта достаточно гибкая получилось я решил сделать здесь систему не убирать фал внутрь мачты А решил сделать фал крепящийся на топе мачты Это сейчас правилами не запрещено Будет сделано примерно как на шверботе фин Вот такого типа Поэтому блок здесь должен быть более крупный Ну и сразу же сделаю сверху оковку в едином блоке И механизм для закрепления ромболант верхних Буду делать, покажу Значит работа над блоком Какие нововведения Во-первых ось Вот это вот у меня сделано из бронзы А вот это вот сделано из рюмени Оно скользит, причем с большим зазором Почему большой зазор? Потому что я пытался сделать с маленьким Когда мороз там Оно как-то его так вот все время перекашивает, переклинивает Короче говоря, когда зазор большой Все хорошо скользит Значит дальше Значит вот ширина вот этого диска Она на миллиметр больше, чем ширина вот этого Значит соответственно вот это выполняет функцию оси Оно стянуто болтом То есть центральный болт Который на сквозь мачту проходит Он и щеки как бы все Щеки прижимает к этому К вот этой оси грубо говоря Такой здоровой, да И соответственно вот этот вот внешний диск Он болтается совершенно свободно Вот, значит Ну и для того, чтобы все это было более конкретно Значит я делаю щеки Вот это вот один миллиметр нержавейка Значит я вот сделал такую вот разметку Вот эти вот части как бы Вот это вот то, что я зачеркнуто, это я вырежу Эти части загнутся Значит вот я попробую приварить аккуратно Что-то там делать замечание, что я неаккуратно варю Значит тут такая будет типа точечная сварка Значит здесь тоже будет загнуто здесь и здесь И как бы эти две щеки Они друг к другу подойдут А вот это вот топ мачты Это будет наоборот загнуто наружу И дальше будет топ крышечка такая приварена Короче говоря буду делать, покажу Посмотрим, что получится Уважаемые зрители Ну что ж промежуточный результат Значит варил я Кто там говорил, что у меня некрасивая сварка Ну вот некрасивая Потому что варю я полуавтоматом Толщина этих щек один миллиметр Как бы вот я здесь точками приварил Тут тоже точками Ну короче говоря, как сварил, так сварил Ну по крайней мере работоспособная Деталь крепкая получилась Значит эта штучка у нас там спокойно совершенно ездит Значит следующий этап Эту деталь надо поставить в мачту Сейчас я пойду делать в мачте соответственную выборку И потом буду еще Тут еще не хватает кое-каких окончательных деталей Вот такая вот ситуация, уважаемые зрители Ну что ж уважаемые зрители Блок мой готов Такое вот получилось изделие Значит я уже выбрал в мачте под него место Вот Но ставить буду не сегодня, а завтра Поэтому как поставлю покажу Такая вот получилась конструкция Итак, работа с блоком на мачте подошла к концу Значит все я поставил Ну тут еще будут ромбованты от этого болта Поэтому в принципе узел еще придется разобрать Разок, но это все уже Как говорится мелочи Мелочи Значит а почему Давайте разберемся Почему нужен такой большой блок С такими большими как бы проходными местами Дело в том, что как я говорил Я хочу сделать Хочу сделать, чтобы Фал был короткий И закреплялся где-то на топе мачты Для этого у нас должен узелок проходить Через блок Вот видите, вот такую вот узелку Узелок Ну, значит это такая дайнима У меня я ее с пола подобрал Маленький кусочек Значит она в принципе проходит Узелок проходит Значит ну возможно я все-таки Сделаю другую дайниму Я еще пока не решил По тоньше на миллиметр возьму Чтобы узелок проходил наверняка И соответственно здесь будет крепление То есть мы снизу будем зацеплять закрепление И как бы Соответственно фал будет очень короткий Не будет растягиваться В то же время все будет очень удобно и легко Ну вот такая идея Уважаемые зрители Значит когда она реализуется Я вам похвастаюсь обязательно Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому